Сначала давайте, прежде чем даже запускать проект, настроим документацию. Зачем это нужно? Я говорил в предыдущих видео, что если вы не будете комментировать код и описывать его, то рассуждать вы им точно не сможете. Поэтому я возьму с другого проекта, но он у вас заработает. Так как в школе мы проходили, я рекомендую МКДОКС. Почему? Ой, я выбрал. По-новому надо выбирать. Так оно запоминает. Я тут кое-что делал. Так, где наша практика Джанго? Да. Терминал. Поставим еще несколько библиотек. Пик пип инсталл МКДОКС. Он установит также и маркдаун. То есть, если нам понадобится маркдаун редактора, то это все будет у нас уже стоять. Очень простой редактор разметки, использующий маркдаун. Откроем наш файл help. Добавим сюда. Должен быть порядок. Не торопитесь, пожалуйста. Я сейчас вытяну с другого проекта, и вы просто потом скопируете эти файлы. Где мы в школе ранее делали, у вас вообще это должно быть уже. Так. Я скопирую папку вики. Ее можно создать было. Я закачаю на сайт. Вы ее скачаете. Открываем. Открываем. Вики. Эти все я поудаляю. Индекс МД только оставлю сейчас. Файл e-mail. Доголовок нечем. Наш проект. Далее. Можно указывать папку. Потом со временем, возможно, и на сайт поставим. На живой МКДокс. Можно указывать папку путь. Но я закомментировал. Оно по умолчанию создает в этой же директории. У меня директория вики генерик генерик. И дальше проект. Зачем два генерик. Можно было по-другому назвать. Чтобы можно было делать несколько проектов. Первый генерик. Допустим, там. Практика джанга. Потом будете расширять. Второе будет что-то. Третье. Тогда это удобно. Можно делать кучу документации. И везде запускать свой экземпляр. Моркдаун. Дальше. Сайт пока закомментирован. Создание меню очень простое. NAV. Двоеточие. Пробел. То есть тире. Пробел. Название на любом языке. Русском. Либо английском. Двоеточие. И указание файла. Индекс. МД. Если мы указываем, например, папку директорию. А первым будем делать блок. Давайте сразу и внесем. То есть в папке docs. Мы создадим папку блок. По названию нашего приложения первого. Мы. Я сначала делал дискуссию. Потом думаю, будем делать блок. Так привычнее. А вы его превратите во что хотите. В блоге мы создадим несколько файлов. По названию того, что он будет в проекте. Только с расширением МД. Модель с МД. Темплейт с МД. Вьюху. МД. Юрл надо, не надо. И так вы должны знать. Давайте создадим. В основном файле, где индекс, создадим файл. Создадим файл. Докс. Дев. Где мы будем писать идеи. Которые потом распределять по проекту. Ну и остальные папки по приложениям потом также создаем. Сейчас, чтобы вы понимали. У нас есть блок. Да. Берем просто копируем. Скопируйте относительный путь. Только убираем все остальное, кроме блок, саму директорию. Ой, у нас же щетинка первая. Ну, пусть это потом отодвинем. И потом добавляем. Добавим все остальные файлы. Первым поставим модель. Ну, начало есть. Хватит. Социальное сами. Далее мы... Нам он предложит, я думаю, установить несколько библиотек. Далее идет адрес. Здесь можно порт любой отличный. Вот. 8000, чтобы он не запускался на порту, которым Джанго. Далее есть расширение. Ну, чтобы немножко приукрасить. Все. Мы можем прямо здесь, в терминале, можем не заморачиваться, запустить со встроенного терминала, что, наверное, будет удобней. Просто заходим в наш проект, Джанго практика, Вики, нам надо открыть ту директорию, где находится UML. То есть получается от директора генеринга. Дальше надо активировать виртуальное окружение. Дальше можно просто запустить этот проект и уже наблюдать. То есть mkdocs build собрать его. Это не обязательно сейчас, просто я показываю. Простые команды, я поставлю файл индекс, там все есть. Ой, что-то я не то набрал. Все вижу, что не то набрал. А, да, вот так. Так, смотрим. Где-то я чего-то там не сделал. Давайте посмотрим. 13-я строка mkdocs.uml Угу. Так. Так. Дальше я вижу, что есть какие-то ошибки. Как я и говорил, правильно не установлено. Несколько вещей. Мы с вами сейчас установим. Плагин, но и ставит. Тут больше, да? Наш Help Сразу идем Что-то еще Материал теми, да Я устанавливал Это чтобы он был красивый Просто Там уже Такое можно сделать Очень красивый сайт Все Не торопитесь Только все у вас должно быть задокументировано Конечно, все это можно посмотреть Пить фриз Я хочу, чтобы вы писали Есть, которые пишут программисты Есть, которые не пишут Побежал, побежал, побежал А потом сел А что писать? А где писать? Когда вы все это прописываете Это откладывается Поставим еще эту библиотеку Так Это я специально при вас проделываю Чтобы мы все эти исключения Я даже не помню Надо оно нам Надо, наверное Так, это мы установили Да Ну это же мы устанавливали Этот, этот Угу Сейчас Так Неправильное имя Класс и Пагис Сейчас посмотрим пример Сейчас посмотрим пример В принципе Нечего дурить голову пока Это предупреждение Значит, все должно заработать Давайте посмотрим Вики Вот блок То есть все собралось Потом уже разберетесь Мкдокс Серви Угу Так Вот наш Дев Наш сеттингс Наш блок И все остальные Потом туда будем добавлять Команду я пока оставил Нью Новое приложение Серви Байлт То есть Можете создать с нуля Хелп Ну и черпающая справка Много материалов То есть здесь У нас сейчас Посмотрим Будут сворачиваться или нет Походу там И мы Это все дело Исправим Пока это не так важно Теперь мы можем взять Наш Файл Создадим еще В docs Пип Пип.мд И какие-то будем инструкции Здесь размещать Которые нам Важны и нужны Поэтому берем наш Хелп файл Копируем Здесь Ставим В пип И уже Когда важно Например Ну что например Да вот например Вот например у нас есть Дота НВ И мы сразу Ставим Пример Как подключить Только здесь возьмем НВ Вот так Как раз будем Подключать Здесь Нам надо будет Делать файл В котором Будут ключи Капчи И так далее Теперь Если мы посмотрим Наш сайт Только надо В e-mail Подключить его Не знаю Перезагрузится оно Или нет Оно само Перезагружается Но так как мы Добавили Правили E-mail Так он Автоматом Перезагружается Значит нам Надо опять Ввести Мкадокс Серв Дальше Если мы Просто будем Добавлять Вот Вот наш Код Добавления Ну там Просто Надо Сейчас Немножко Все это Переписать Будет Откроете Разметка Markdown Куча Ресурсов Он вам Пригодится Везде За вечер Разберетесь Здесь ничего Сложного Нет Все банально Просто Иными словами Очень удобно Для написания Документации Довольно Понятной Ну например Перейдем Наш Пип Заголовок Настройка Дота ИНВ Далее Все должно быть Через Пробел Ссылка Обратная кавычка Ну и получится Уже Все красиво Этот кусочек Кода Так Где он Так А где он Делся Секунду Проматываем Тут все Встало На места Настройка Дота ИНВ Ссылочка Код Настройки Приведите В порядок Все остальные Ссылки И по ходу Основное Что касается Настройки Обязательно Себе Делайте Это будете Потом использовать В других Проектах Самое главное Запомните Это все Ваша задача Сейчас Новичка Не взял И побежал Через три забора Не оглядываясь Ваша задача Любая библиотека Все повторяем За мной Больше В документации Больше В документации Все остальное Прописываем Комментируем Развиваемся Нормально Как программист И не спеша Спокойно Делаем проект Все Смаркдаун Документация Без документации Ребята Это плохо будет Пока все Продолжение следует